Уже в середине сентября в центре Сыктывкара откроется новый парк отдыха для детей. Он разместится на площадке перед детским миром. По замыслу строителей здесь будет настоящий развлекательный городок. Затем, как идет работа, понаблюдал мэр столицы Иван Поздеев. Увиденным глава города остался доволен. Татьяна Супряткина подробнее. Работа перед детским миром начинает кипеть с раннего утра. Одни ровняют площадку, другие укладывают брусчатку, третий заняты разведением уже игровых строений. Подрядчики приступили к строительству мини-городка в июне. А уже к середине сентября обещают сдать новый объект. Слава богу, с погодой в этом году повезло нам. Вроде бы дождики нас не заливают. Один раз нас залило, конечно, когда мы королеван только копали. Но вроде бы, в принципе, осушили все. Особых проблем нет. Здесь жильцы немножко жалуются, что шумим. Это производственный процесс, от этого никуда не уйти. Город-сказка, город-мечта. Примерно таким и будет новый парк для малышей. Да и родители должны быть довольны, уверены столичные чиновники. Ведь центр города – самое излюбленное место отдыха. А поиграть с детьми негде. Здесь планируется, во-первых, ну, видите, устилается плитка. Это будут дорожки, скамеечки, освещение. Плюс это будет детский городок игровой, то есть две зоны игровых детского городка. Плюс фонтан, каскадный фонтан с подсветкой, очень красивый. Поэтому здесь будет такая территория, которая так и будет называться детский мир. Один из этапов проекта уже сдан, и его успели отценить горожане. Прямо в центре города, рядом с Тумом, появилась новая стоянка для машин. Пожалуй, это стало неожиданным, но очень приятным сюрпризом для водителей. Впрочем, это не последний приятный сюрприз для горожан. В планах мэрии облагородить лесной массив в микрорайоне «Строитель». Там построят спорткомплекс «Большой сквер» для отдыха и прогулок. Затем на очереди Мичуринский и Кировский парки. Власти столицы намерены полностью обновить лицо города, чтобы ни один житель не ломал голову, где и как ему провести свое свободное время.